У меня в руке не просто свеча, а настоящее произведение искусства. О том, как изготовить такую свечу в домашних условиях, нам сегодня расскажет Марина, настоящий мастер свечного дела. Марина занялась изготовлением свечей год назад. Говорит, решила разнообразить домашний интерьер. Со временем хобби превратилось в любимую работу. Теперь на кухне не только готовит, но и отливает парафиновые свечи. Так, парафин растопился. Неловкий, да, исковой. Сначала светлого цвета, можно любого цвета, зеленый, желтый, какой вам души рад. Такие свечи создавать действительно сложно. Процесс занимает от четырех часов и более. Но для Марины это большое удовольствие. Секрет успеха в том, что в качестве украшения используют исключительно натуральные составляющие. Это шишечки, веточки, сухоцветы, кофе, чай, все, что возможно. Какие-то там ракушечки, бусинки. А для Виктории изготовление свечей скорее хобби, чем работа. Занимается любимым делом для души. Согласилась не только показать свой секрет производства, но и научить нас технологии изготовления свечей из пчелиного воска. Далее мы берем вот за этот вот краечек и начинаем в раково подминать. Вот так вот, чук-чук-чук, прям так. Как пластилинчик, да-да-да. А это уже процесс отлива свечей из соевого воска. Кстати, у Виктории в любимом деле есть помощник. Роберт Марсович так зовут кота. И все, хватит, да. Мы не доливаем полную. Почему? Потому что воск еще будет оседать. Девушка говорит, соевый воск хорошо передает аромат, горит дольше парафина и не выделяет вредных веществ. Зажигать свечу как нужно? Зажигать свечу нужно живым огнем. Огонь это у нас стихия. Она одна из самых, наверное, сильных стихий, которые у нас есть в природе. Поэтому к ней нужно относиться с уважением. Мы зажигаем ее обязательно от спички. Виктория уверяет, горящая свеча помогает расслабиться и привести в порядок тревожные мысли. К слову, мое произведение не очень удалось. Поэтому попробую помедитировать и зажгу сегодня свечу, подаренную Викой. Мария Микшута, Андрей Печоркин. День с толком.